Продолжение следует... Как человек без хобби... Сложности никакой нет. Обрекает себя на потери и беззаконие. Это заканчивается, как правило, очень плохо. Творчество в созидании. Это самый такой яркий, интересный праздник. Как найти свое детище. А парами, как бы, да, ну, тоже любят приходить. Смотрите прямо сейчас. У меня много хобби, я люблю петь, люблю писать. И я считаю, что хобби очень важно для развития, как и для душевного, так и для физического. В Бобруйске очень много, кстати, сделано для того, чтобы люди могли заниматься, чем им нравится. То, что по душе. Это и школа искусств. Есть также, я знаю, что корты с большим теннисом. Мое хобби скрипка. Мне она нравится, потому что это приятно для ушей и еще очень развивает руки. У меня не одно хобби. Я рисую, плету из бисера, занимаюсь художественной гимнастикой. Мне кажется, у каждого человека должно быть какое-то хобби, чтобы не просто сидеть дома, а чем-то заниматься, развиваться интеллектуально. Большая часть населения Земли увлечены хобби. В моде чтение, музыка, рукоделие. Следом рисование, компьютерные игры, настолки. Чаще всего люди находят себе занятия, чтобы снять стресс. Ученые уверяют, такое времяпрепровождение способно даже поправить психическое здоровье. Для трети такой досуг вообще стоит во главе угла. Есть и те, кому ничего не интересно. Более 20% ничем не увлекаются. Конечно, это заканчивается, как правило, очень плохо. Каждый десятый в возрасте от 18 до 34 хобби не имел никогда. А доля подростков до 17 лет, которые ведут однообразный образ жизни, остается чрезвычайно большой, что негативно отражается на будущем. Человек, который проживает более полную жизнь эмоционально, он, конечно же, производит более радостное впечатление, нежели человек, который живет по графику работа, дом, работа, дом, а на выходных какая-нибудь другая работа. И, конечно же, там такие режимы чреваты в том числе и психологическими особенностями, заболеваниями, вплоть до депрессии, когда человек не чувствует радости в своей жизни. Отсутствие любимого занятия негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Рутина, однообразие и нескончаемая тишина в самом себе может повлиять не только на потерю интереса к жизни, но и повлечь за собой последствия криминального характера. За последние несколько лет все больше подростков идут на преступления, кражи, хулиганство, незаконный оборот наркотиков, причем чаще всего их совершают ребята из благополучных семей. Если хобби нет, но свободное время есть, желание получить эмоции огромное, то самый быстрый способ получить эти эмоции – это какой-то экстремальный вид приключений. Конечно же, самое, можно сказать, быстро приходящее в голову – это какое-то девятное приключение. То есть это что-то запрещенное попробовать, это что-то учудить. Каникулы – время приключений и масса свободного времени, которое некуда девать. Если подросток не занят, то вследствие это ведет к тому, что у него появляется плохой круг общения, плохие привычки. Различные клубы по интересам созданы, кружки, факультативы. Дети максимально заняты на каникулах, и это очень здорово. Для этого такие мероприятия в школе у нас и проводятся, чтобы увлечь детей и избежать негативных последствий. Как правило, наличие интереса к чему-либо – залог отсутствия стресса. В Бобруйске есть возможность реализоваться в любом направлении и точно найти то, что придется по душе. Я бы сказала, это такой увлекательный, творческий мир. Фотография захватывает мгновение и сохраняет его навсегда. Занятие может стать не только большой любовью, но и превратить хобби в работу мечты – разнообразную, эмоциональную, волшебную. Более тысячи белорусов уже связали свою жизнь с искусством. Профессия фотографа очень-очень популярна, и особенно среди молодежи, потому что они, ну, наверное, привлекают эта творческая профессия, яркая. Ко мне приходят только довольные, позитивно заряженные люди, потому что сама фотосессия – это воспринимается как праздник, да, как какое-то особое событие. Огромное количество курсов, частных школ, учреждений образования побуждают обучаться. Освоить мастерство можно и самостоятельно. Для этого необходимо желание, сила воли, свободное время и доступ к интернету. В помощь образовательные ролики на Ютьюбе и любая камера. Для начала подойдет самый простой фотоаппарат или телефон. Выкладывать месячный бюджет за раз не обязательно. В последнее время альтернативой профтехники стали смартфоны. Каждый фотограф, который знаком с техническими навыками, знает, что самое важное для того, чтобы человек получился, или вообще фотография получилась – это свет. Для того, чтобы научиться хорошо фотографировать, это главный опыт. А чтобы был опыт, надо фотографировать практически каждый день. В чем прелесть нашего времени, почему сейчас фотография так популярна? Тем, что у каждого есть возможность фотографировать, потому что у нас есть у каждого телефон и в нем камера. Запечатлеть момент можно не только через фотоснимок, но и в живописи. Можно прийти отдохнуть душой. Карандаши, краски, мел, масло. Кистями творец способен превратить в искусство даже самые тривиальные на первый взгляд вещи и влюбить миллионы в свою манеру изложения мыслей и идеи. Найти себя в этом детище. В Бобруиске каждый может ощутить себя профи, на мастер-классах и даже устроить свидание. Когда человек рисует, он начинает общаться с собой. Он раскрывается, когда рисует. Дети особенно раскрываются. Мне очень нравится, когда дети приходят, рисуют. Они танцуют, они поют. И они расслабляются. Они вот как будто бы берут в руки кисть и улетают. Это подойдет всем, кто хочет попробовать себя в рисовании. Каждый уйдет здесь с готовой картиной, с готовой работой. Даже не ожидает себя такого результата. Мы работаем разными техниками, разными материалами. Это акрил, это гуашь, это масляные краски по желанию. Не исключение и художественные школы. Творчество, оно очень разное, многогранное. Все, кто ловил себя когда-либо на мысли «пора научиться рисовать», время пришло. Выбор направлений настолько велик, что можно смело попробовать все и найти золотую середину. Главная изюминка рисования – даже тот, кто никогда не погружался в сферу творчества, способен создать шедевр. Так как у нас художественная школа, мы обучаем детей основным академическим дисциплинам. Это рисунок, живопись и композиция. Сюда же тоже входит у нас лепка и уже в более старших классах – керамика. Человек, который хочет заниматься творчеством, рисовать, он может прийти и обратиться к нам в школу. Мы берем детей, начиная с шести, даже с пяти лет, с пятилетнего возраста до семнадцати лет включительно. Мы на то и существуем, художественная школа, чтобы научить всех рисовать. То есть было бы желание. У меня изображен праздник Купала. Мне кажется, это самый такой яркий, интересный праздник. В нем очень много красок, очень много теней, света, эмоций таких. Я очень хочу поступить в колледж, после в академию и найти очень любимую мне профессию. Я рисую свою работу в декоративной живописи. Здесь изображена, получается, белорусская сельская местность, маленькая деревушка с красивыми полями, художественные. Вот это вот направление – это больше как хобби. Я очень люблю рисовать людей, природу. Мне кажется, это моя стихия. У меня это получается. Творческая реализация Творческая реализация в последнее время приобретает отклик от рисунков на теле, будь то узоры, нарисованные хной, или самые настоящие тату. Такое занятие все чаще выбирает творческая молодежь. Тонкими иголочками можно нарисовать фигурку любой сложности. К слову, есть даже поверье. Каждый символ имеет свой смысл и даже может повлиять на дальнейшую судьбу, поэтому к выбору эскиза обычно подходят очень серьезно. Зависит от того, что клиент хочет внести в свою жизнь. Это уже какое-то искусство. Такой вид творчества всегда в тренде. Конечно же, с татуировками проще и легче заниматься людям, которые творческие, творческие личности. У них фантазия развита и, скажем так, очень легко начинать, когда ты именно творческий человек. То есть это все развивается, это все просто, скажем так, можно наработать. Работа татуировщика – это, безусловно, ответственно. Как для, скажем, человека, который будет в будущем носить татуировку, так и для человека, который будет ее делать. Тату-мастер – невероятно интересная профессия. В Бобруйске есть целая база для обучения. В целом ничего сложного. Тату-машинка, краски, подручные материалы, средства индивидуальной защиты и ухода, желание создавать – самое главное. Сейчас намного больше спрос, нежели пару лет назад, потому что тату-индустрия, она уже стала чем-то большим. Мне очень важно, чтобы будущее поколение становилось хорошими мастерами. Не мастерами, которые пренебрегают медицинскими какими-то аспектами, а именно мастерами, которые делают все от А до Я, не навредя человеку. Обучение начинается просто с беседы. Просто с беседы и теории. Дальше мы проходим такой блок, как постановка руки. Постановка руки тоже очень важна. Это действительно набирает обороты и становится очень актуальным среди молодежи. Денис Кудров с детства увлечен тату. Первую он набил в 12 лет. Сейчас на его теле 25 рисунков, и парень уверенно идет к цели сделать творческое хобби своей профессией. Увидел у друга классную большую татуировку, рукав. И меня как-то это заинтересовало. Решил попробовать набить. У него была тату-машинка индукционная. Набил себе татуировку маленькую. Первую в 12, а дальше уже больше и больше. Идеальное свидание для двоих реально. Мужчины и женщины всем нравятся. В актуальный перечень полюбившихся увлечений молодежи можно включить гончарное дело и керамику. В Бобруйске проводятся мастер-классы, на которых можно испытать себя в удивительном занятии, отдохнуть от повседневной рутины, провести время в компании друзей или второй половинке. Лепим мы разное. Это и кружки, и тарелки. И к Пасхе мы лепили курочек. И какие-то фигурки мы тоже делали. Процесс, который происходит на мастер-классе, он достаточно интересен даже для фотосессии. Вот она такая живая получается, настоящая. Поэтому, в принципе, подходящая для всего. Для любого праздника. Для мужчины, для женщины, для ребенка. То есть вообще универсальный подарок. Есть также сертификат, который называется приглашение на свидание. Сумму я там не вписываю. То есть, соответственно, либо одна половина, либо вторая половина может подарить вот такой красивый сертификат. Все зависит от того, что мы делаем. Но в целом схема примерно такая. Люди приходят. Я ознакомлю их с Глиной. Мы разговариваем о том, как с ней правильно работать. Обязательно очень важно. Я всегда говорю, что нужно начинать работать в хорошем настроении. Потому что, если человек пришел как-то так немножко в смятении, то это всегда отражается и на изделии, и даже на обжиге. Что насчет объемного оттиска живых растений на гипсовой поверхности? Жизнь срезанных цветов недолгая. А в такой компании они будут радовать глаз всегда. И каждый раз работа получается новая и разная. Увлекательное занятие с первых минут захватывает дух у всех, кто начинает им заниматься. Речь о ботанических барельефах. Направление приобрело огласку около 10 лет назад, когда английская художница Рэйчел Дэйн попросила в цветочном магазине подобрать цветы для ее свадебного букета. Тогда у нее возникла мысль запечатлеть их в слепке. Результат понравился, а сама техника быстро приобрела популярность и нашла адептов. Этот вид искусства в последнее время полюбился многим бобруйчанам. Это новая, современная, уникальная техника отпечаток растений на камни. В работе используется глина, гипс, ну и, собственно, живые растения. Я называю поцелуй камня и цветка. Здесь используется глина, гипс и живые растения. Растения или цветы, или травы. Потому что вот у каждого при создании композиции есть какие-то предпочтения. Кто-то любит работать с цветами, кто-то любит работать с растениями, кто-то любит работать даже с цветочками деревьев. И смотрит, это очень красиво и уникально. Творческое начало – не обязательно рукоделие, музыка или живопись. Иногда это просто кулинария. Это вкусно, красиво и оригинально. В ТОПе – мастер-классы по выпечке бента тортов. В ближайшее время в городе откроется целый цех по их изготовлению. Также ежегодная возможность участия станет доступной в начале мая в Торгово-экономическом колледже. Альтернатива сейчас – изготовление цветов и фигурок из ручного шоколада и клубника, покрытая ароматной глазурью и украшенная различными узорами, ягодами, посыпками. Я хотела найти себя в каком-либо творчестве и пришла к клубнике в шоколаде. Это очень актуально сейчас у молодежи, это тренд. Просто она везде набирает обороты. Для клубники в шоколаде нам нужна хорошая импортная клубничка, кондитерский шоколад, бельгийский либо итальянский в калетах. Для декора можно использовать различные посыпки. Это может быть вафельная крошка, может быть арахис, сумбулированные ягоды, то есть малина, клубника. Также можно быть воздушный рис, хорошо, для бусинок различных. Из этого можно собрать различные композиции, можно как в наборах, так и букеты, так можно и корзиночки сделать. То есть такой подарок, он будет отличный на день рождения, чтобы порадовать своих близких и родных в качестве презента, либо комплимента. Для тех, кто предпочитает пение, танцы, сцену, есть возможность начать с нуля прямо сейчас. Есть желание, есть хотение, то приходите в Шинанай, всегда можно попасть. Я не прослушиваю детей, я беру всех. Заслуженный любительский коллектив Белоруссии образцового театра песни Шинанай – не просто творческая команда, скорее, достояние страны. Их песни проникают в душу каждого. Мы последние годы стали заниматься не только пением. Для того, чтобы раскрепостить детей, для того, чтобы они почувствовали себя свободнее и не были зажаты, у нас все дети занимаются танцами. Поэтому они приходят сначала, конечно же, петь, но танцы – это обязательный предмет, который должен посвящать любой вокалист. Хобби может быть чем угодно, начиная от рыбалки, охоты, игры на гитаре, заканчивая коллекционированием бабочек, садоводством или чтением. Главное, чтобы человек чем-то интересовался. Люди, у которых есть любимое занятие, как правило, лучше находят общий язык с другими. Постоянный поиск себя в различных интересах впоследствии создаст большой круг полезных связей и поможет найти то, что станет любимым делом и, возможно, профессией мечты. Художников много. Творчество, оно очень разное, многогранное. И неповторимое, непохожее друг на друга, да, очень много. Поэтому и публика, которые приходят люди смотреть на это все, они тоже разные. И каждый находит себе по душе. Для людей это в первую очередь ощущение праздника. Вот у меня несколько раз уже были дни рождения, люди отмечали здесь. И детские, и взрослые. И это, ну, какой-то новый формат. Это не для тех людей, которые не просто хотят сидеть за столом, есть и выпивать. А это люди, которые хотят получить такие эмоции, которые, ну, они раньше не получали. Либо это что-то такое новое для них. Сейчас оно пользуется очень большим спросом по той причине, что оно новое и мало кем известное, скажем, да, изведанное. От детей до взрослых. Но поскольку у нас в большей степени активна именно молодежь, творческий, в принципе, активна молодежь, то у нас на мастер-классах в большей степени это молодежная такая часть. Уникальность в простоте этой техники. Попробовав здесь на мастер-классе один раз, поняв, как создается композиция, что используется в создании, можно легко закупиться материалами. Я всегда даю ссылки и сдаю явки и пароли. И дома продолжать творить. Здесь проходят мастер-классы как для детей, которые занимают полтора часа по времени. Для взрослых это 18+, когда по вечерам могут приходить пары, женщины, девушки, порисовать на любую тему. Можно заранее договориться о теме, можно выбрать здесь по желанию. Предлагаю очень много референсов, из которых можно выбрать изображение. И можно здесь же устраивать арт-свидание. Я думаю, что клубникой в шоколаде может заниматься каждый. Для этого вида творчества нужно лишь хотеть. И я думаю, все получится. По большому счету, хороший досуг – это та же самая работа, к которому нужно прикладывать усилия, к которым нужно уметь организовать. Нужно учиться организовать. Это не просто сел и куда-то там поехал, взял и научился играть в волейбол. Это тоже какие-то усилия, это какой-то режим, это какая-то регулярность, которая приводит человека совершенно в другое состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok